Уже, можно сказать, постоянного докладчика на нашем семинаре из университета ИТМО. Я был бы рад иметь возможность в случае неявки докладчика прочитать на эту тему доклад, но, к сожалению, я настолько не понимаю, настолько незнаком с предметом, что затрудняюсь даже перевести с английского на русский название доклада. Поэтому я спешу передать Екатерине слово и услышать по этой теме доклад. Хорошо, спасибо большое. Давайте начнем. Собственно, я представляю доклад, который называется «Мультиобжектих оптимизация сложно вычислимых blackbox функций со смаком». Очень много, наверное, непонятных слов. Но я постараюсь рассказать все подробно. Я работаю в университете ИТМО, и сегодня я вам буду про это все рассказывать. Собственно, структура доклада. Немножко расскажу о себе, хотя это уже второй, по-моему, доклад. Наверное, многие уже помнят. Потом расскажу, собственно, постановку проблемы. Немножечко вспомню про Баяцовскую оптимизацию. И расскажу про основной алгоритм оптимизации, на основе которого построен смак. И, собственно, расскажу, в чем состоит, что такое смак, из каких частей он состоит, как он работает. И расскажу про его применение. О, это все съехало. Ну вот, ну ладно. Расскажу про его применение, про свой опыт, его использование, собственно, для своих задач по биоинформатике. Да. Про меня. Я закончила бакалавриат в СПБГУ на Матмехе и затем защитила магистрскую диссертацию в Академическом университете по специальности алгоритмическая биоинформатика. Ну и сейчас я работаю исследователем в лаборатории компьютерной технологии в Университете ИТМО, собственно, как биоинформатик. Все, что я сегодня буду рассказывать про оптимизацию смак, которая переводится, как вот внизу написано, Sequential Model Based Algorithm Configuration. Этот алгоритм, этот метод был изначально реализован, разработан так называемый OutML Group. Вот это, например, их страница на GitHub. Тут основные их продукты, их исследования, они тут представлены. Шесть наиболее популярных. В основном, основное направление их деятельности является в разработке алгоритмов так называемой оптимизации гиперпараметров, то есть поиска параметров каких-то других алгоритмов, которые что-нибудь ищут, допустим. То есть это такая надстройка над алгоритмами оптимизации. Алгоритм оптимизации для алгоритмов оптимизации. Ну и вот самое популярное – это AutoEscalor. Ну вот смак тут как бы на третьем месте, при том, что он довольно специфичен. Ну я все это… Смак был представлен в работе 2011 года, собственно, главы этой группы, Фрэнка Хаттера. И, собственно, все, что я буду сегодня рассказывать, оно взято частично из этой статьи, частично еще по реализации смака, потому что не все было так прозрачно, как может показаться в статье. Ну и, собственно… Можно маленький комментарий? Я не уверен на все 100%, но мне кажется, что AutoEscalor, он основан на смаке тоже. Вполне возможно, что другие инструменты, они используют смак как основу. Они все, на самом деле, переплетены, то есть смак включает в себя какие-то части из других продуктов. В общем, они могут просто изначально разрабатываться как что-то отдельное, а потом просто все вместе включать в себя. Что-то такое, скорее всего. Давайте про нашу проблему поговорим, что у нас имеется. У нас дан какой-то алгоритм, он как-то параметризован. И для этого алгоритма у нас есть какое-то множество проблем или инстансов. И у нас есть какая-то метрика коста, которая меряет, например, как хорошо этот алгоритм запускается на каком-то инстансе, допустим. Это может быть, например, время запуска, то есть как быстро он там завершится, или как хорошо он там сойдется, не сойдется, что-нибудь такое. И мы хотим найти параметры, то есть параметры нашего алгоритма, нашего целевого алгоритма A, которые бы минимизировали значение нашего коста на этом множестве инстансов. Вот, собственно, наша задача. Где тут мультиобжектив? Мультиобжектив – это когда мы оптимизируем несколько, например, объективов, функций целевых каких-то. вот оно заложено в нашем инстансе. Потому что оптимизировать, например, на одном инстансе мы можем уметь, но как нам оптимизировать на нескольких, например, по-среднему или не по-среднему, это уже решает мультиобжектив оптимизации. Вот, собственно, мультиобжектив заложен там. Давайте вспомним про Боясовскую оптимизацию, потому что вычисление, запуск алгоритма обычно – это довольно длительный процесс, это так называемая сложно вычислимая функция, а для поиска гиперпараметров сложно вычислимых каких-нибудь функций обычно используют Боясовскую оптимизацию. Это сейчас кажется абсолютной классикой. Я не знаю, когда начинаешь что-нибудь искать про оптимизацию гиперпараметров, то Боясовская оптимизация всплывает самая первая. Но, видимо, так не всегда было, Боясовская оптимизация когда-то появилась. Но давайте вообще сейчас вспомним, что это такое. Это какая-то глобальная оптимизация, она оптимизирует blackbox-функции, которые мы не знаем, как вообще считаются. Которые еще сложно вычислимы при этом. И еще она зачастую просит, чтобы все-таки количество гиперпараметров или наших параметров было не очень большое. Основные идеи, которые лежат в основе, это то, что она старается найти глобальный оптимум за какое-то минимальное количество шагов в ограниченном бюджете времени. Наша целевая функция, она при этом аппроксимируется внутри какой-то суррогатной моделью. И на каждой итерации выбирается какая-нибудь точка для вычисления нашей целевой функции. И эта точка выбирается в соответствии с нашей обученной какой-то моделью и некой acquisition function. Давайте еще раз, даже с картиночкой, чтобы было более понятно. То есть это итеративный метод, который на каждой итерации делает следующее. Сначала находит какую-то новую точку, в которой вычислить целевую функцию, как arg-максимум функции выбора. Это вроде так переводится, но я буду употреблять acquisition function. Далее происходит вычисление нашей сложно вычислимой целевой функции в этой точке. И модель суррогатная обновляется новой парой, естественно, точка значения целевой функции. И тут пример как одного-двух шагов. У нас есть красная, это какая-то наша целевая функция. И у нас голубыми кружочками выделены точки, в которых вычислена уже наша функция. Соответственно, серые – это гауссовский процесс, это суррогатная модель. Я не буду рассказывать в этом докладе, что такое гауссовский процесс, но буду его вскользь упоминать. Я думаю, что вы довольно много должны были слышать это из докладов славы. Но, в общем, есть какая-то суррогатная модель, которая аппроксимирует по точкам нашу целевую функцию. И, соответственно, на основе этой модели строится Acquisition Function. Вот зеленая пунктирная нарисованная функция, и у нее есть какой-то максимум. Тут видно, что, например, кажется, что вот здесь минимум у нашей модели, и вот наша Acquisition Function говорит, что вот здесь, скорее всего, минимум, попробуйте посчитать здесь. Ну и, собственно, эта точка выбирается, она считается, вот она появляется здесь, и начинается новая итерация. То есть модель наша обновляется. Вот видно, что доверительный интервал, это серая область, он вот здесь схлопнулся, стал более маленьким. Ну и Acquisition Function тоже встроим, и она меняется. Теперь мы хотим вычислить вот эту вот тут точку. Ну и так далее. Вот, собственно, да, вернемся, теперь начнем разбирать нашу статью про наш алгоритм оптимизации, и разберем, собственно, общий алгоритм, на котором основан наш SMAC. Выглядит он следующим образом. У нас есть какой-то алгоритм с каким-то пространством конфигурации параметров тета, есть какие-то инстансы и наша cost-метрик. Ну, собственно, все, что было до этого, оно тут и есть. Мы хотим найти какую-то хорошую конфигурацию параметров тета-inc. Inc за incumbent отвечает. Они все это получают incumbent. За R обозначаются все вычисленные, все запуски алгоритма A с определенными какими-то конфигурациями на инстансах и какие получаются кост-функции на этих вычислениях. То есть это содержит именно все вычисления. Сначала мы просто как-то инициализируем нашу тету, берем какие-то начальные значения этих конфигураций и вычисляем их на каких-то произвольных значениях, на каких-то произвольных инстансах, то есть наших проблемах, которые у нас есть. Дальше мы повторяем. Что мы повторяем? То есть атеративно. Мы сначала берем вот это все вычисленные значения на share, подбираем, фитим какую-то модель, получаем эту модель обученную. Потом мы выбираем какие-то новые конфигурации, которые мы считаем, например, какими-то интересными, в которых стоит вычислить нашу точку. Вот мы их выбираем. И затем мы сравниваем все выбранные конфигурации с лучшим решением, которое у нас есть, и выбираем из них лучше. И делаем так итеративно, пока у нас есть какое-то время или какое-то ограничение не сработает. В основном это ограничение на время. Почему я вспомнила до этого БССК-оптимизацию? Потому что это выглядит как БССК-оптимизация. У нас есть какая-то модель, мы ее фитим, и потом берем какую-нибудь acquisition function и выбираем какую-то конфигурацию, вычисляем в ней какие-то точки и обновляем нашу модель. Это так, может, с первого взгляда и не кажется, что так. Но если посмотреть подробно, как реализованы все эти вещи отдельно, то это выглядит полностью как БССК-оптимизация. Но авторы в статье своей не упоминают слов БССК-оптимизация в принципе. При том, что, например, если посмотреть на название этого алгоритма, SMBO, кажется, что BO отвечает за БССК-оптимизацию. Но нет, это отвечает за Model Based Optimization. То есть все-таки BO не относится к БССК-оптимизации. Но тут стоит отметить, что, скорее всего, в то время не было вообще в ходу употребления БССК-оптимизации как вот такого широкого, как сейчас. И мне кажется, что если бы этот алгоритм появился сейчас, его бы называли БССК-оптимизацией. Но тогда это не особо было распространено. Можно наивный вопрос? А разве в БССК-оптимизации не обязательно там гауссовский процесс? А здесь вроде бы нигде он не зашит. Нет, да? То есть это не обязательно? Нет, нет. Там именно модель важна, что есть какая-то суррогатная модель. Просто гауссовский процесс наиболее часто используемая модель. Наверное, там обязательно, чтобы было какое-то боецовское обусловливание. Но это было бы логично, по крайней мере. Хотя на практике термин используется вообще, по-моему, для любой суррогатной оптимизации очень часто. Да, скорее всего так. Ну и что такое смак? Это на самом деле просто частный случай. То есть мы определим, ну то есть инициализация случайно происходит, а вот такие вот три, я их назвала процедуры, вот три какие-то функции, мы их определим и на самом деле получим смак. Вообще все отлично. Давайте попробуем. А можно, пожалуйста, рассказать чуть-чуть подробнее? Просто я вообще не знаком с задачей оптимизации. Вот ближе к реальному примеру. Вот у нас есть алгоритм, да? Вот параметр configuration, вот самым больше всего интересует, что такое instance set. Это типа набор входных данных в программу, да? Да, ну, например, например, у нас есть задача какая-нибудь классификации, и у нас есть какой-нибудь, какая-нибудь нейронная сеть, которая выполняет классификацию. И ей, например, есть несколько датасетов, что, например, классификация, не знаю, кошек-собак. Потом это отдельная задача. Вот есть типа датасет кошек-собак, есть датасет, не знаю, каких-то других животных. Вот. Но это типа разные задачи. И это можно как бы, это будет отдельные инстансы. А наш алгоритм, это будет нейронная сеть, которая будет обучаться на каждом из этих датасетов и выдавать там какой-то кост. Вот, типа, насколько хорошо она обучилась, допустим. Насколько хорошо она распознает. Вот что-то такое. А вот параметры – это просто какие-то, ну, что-то типа костантов. Да. Типа learning rate. Вот. Да, вот это вот. И мы хотим найти... А метрика, она учитывая сразу все наборы входных данных? Или она вычитывается для каждого отдельно? Для каждого отдельно. То есть именно для каждого отдельно. Хорошо. А наша цель – минимизировать, получается, метрику для одного из наборов? Ну, типа для всего набора. То есть нам хочется, чтобы наш алгоритм работал на каждом инстанции хорошо. То есть выдавал хорошую костметрику. А как мы хорошо определяем, если у нас метрика считается для каждого набора отдельно, как мы все метрики для каждого набора из них вычисляем, насколько хорошо алгоритм отрабатывает для всех? Ну, это вот оптимизация решает в целом. Но так, забегая вперед, она просто по-среднему считает. А, понятно. Ну, типа очень легким способом. Но вообще мультиобжектив как раз они могут, например, искать, чтобы была какая-нибудь конфигурация, которая хорошо и на одном инстансе дает хорошую костметрику, и на другом инстансе. Это называется паретофронтом. Ну, это уже другой класс оптимизации. Здесь легкая. А какими вообще, не знаю, математическими свойствами должна обладать функция метрики? Не знаю, непрерывность может быть на каких-то данных? Не особо никакими. Вообще любая. Понятно. То есть просто какая-то... Ну, зачастую хотя бы число бы выдавало, и отлично. Так как мы не проводим теоретического анализа алгоритма, нам требовать и не нужно, чтобы... Ну, да. Еще, может быть, здесь имеет смысл рассказать какую-то предысторию про то, что на самом деле этот алгоритм SMAC возник из конкретной практической задачи, где хотелось на самом деле что-то типа мультиобжектив оптимизации сделать. То есть когда, честно, будут какие-то там парэтофронты фигурировать. Вот Семен очень хороший вопрос задал про это. Потому что когда есть несколько датасетов, например, то бывает, что даже сравнивать на них какие-то целевые функции не очень хорошо. Такое вполне может быть. А бывает, что нужно вообще оптимизировать по одной задаче цену, по другой задаче время. Что-то в таком роде. Вот. И SMAC выглядел как именно практический способ, чтобы решать такую задачу в очень большом количестве практических задач. Но в итоге в ходе того, как с ним стали разбираться, оказалось, что он эту задачу очень примитивно решает. Просто практически по-среднему выбирая самое лучшее решение. То есть никаких парэтофронтов там внутри нет. Но вот как-то так. При этом это действительно алгоритм, который используется в гигантском количестве AutoML пакетов. И всем, чем только можно. Но вот он довольно примитивный в этом плане. Да, да, спасибо. В общем, давайте, да, перейдем к SMAC'у и поймем, насколько он, не знаю, примитивен, не примитивен. Я сначала расскажу про суррогатную модель, которая используется внутри. Это даже Random Forest на самом деле. И подробно, насколько я смогла постараюсь подробно рассказать про Random Forest. Потом перейду как раз на вот эти вот три процедуры и расскажу про каждую из них, как они разработаны и реализованы. Собственно, суррогатная модель это модели регрессии. Вот регрессия зачастую используется, модели для регрессии, они либо гауссовские процессы, либо Random Forest. И вот тут для одной и той же функции, для одних и тех же точек я построила, собственно, гауссовские процессы и Random Forest. Ну, видно, какая у них есть разница. О, я вылетела? Нет, все нормально. А, нет, да. У меня тут сообщение об ошибке. Так, вот. И, собственно, видно, что гауссовский процесс, он так красиво приближает, у него там доверительные интервалы, все симпатично. А у Random Forest выглядит довольно все так интересно, что на примерах можно заметить, что он кусочно-постоянную функцию предлагает. То есть в качестве среднего он предлагает кусочно-постоянную. Это вот такая особенность, и я постараюсь объяснить, почему она кусочно-постоянная и вообще как это работает. Вот. Random Forest, он основан на decision-деревьях. Он, собственно, лес, потому что это множество деревьев. Ну, давайте сначала начнем, что такое decision tree. Decision tree – это такое дерево, в каждой вершине которого происходит деление области по некому правилу. А ветки – это, собственно, эти области. Тут вот предложена такая забавная decision tree. Ну, собственно, в каждой вершине видно, что задается какой-то вопрос, и ветки отвечают за ответы на этот вопрос. Ну, это можно воспринять как то, что наши данные делятся на те, где выполняется одно или второе. Вот. И в листьях, соответственно, какие-то исходы. Вот. И они как-то терминальные называются. И, собственно, как происходит. У нас есть какой-то вектор наших значений параметров. Их называют фичами. То есть у нас есть вектор фичей. И мы идем по дереву и смотрим, как условие выполняется. Естественно, если нет, то мы идем в следующую. Потом идем дальше, идем дальше. Доходим до листа и получаем какое-то наше предсказание. Для чего используются, собственно, деревья? Ну, например, для классификации. Вот у нас есть на картинке тут есть синие точки и зеленые точки. И, собственно, наше справа нарисовано Decision 3, которое соответствует вот такому разделению. То есть мы начинаем. У нас есть где-то точка. Допустим, она у нас где-то вот здесь, вот в синей области. Мы начинаем и смотрим. У нас X2. Это, на самом деле, вот эта вот ось. X2 больше 5 или нет? Больше. Значит, мы идем вправо. Дальше у нас следующая вот эта вот получается точка. X1 у нас больше 8 или нет? Нет, она не больше. Значит, у нас голубая область. И эта точка будет сортироваться как голубая. Ну, и тут как раз очень хорошо видно, как дерево, каждая вершина дерева делит нашу область. То есть вот эта вершина делит нашу область вот так вот. Потом эта область принадлежит левому ребенку. Эта область принадлежит правому ребенку. Ну, и каждая из этих областей тоже делится на две. И уже эти области уже имеют цвет. То есть листья у нас предсказывают цвет. Ну, а также деревья используются для регрессии. Ну, как можно было догадаться. Регрессия происходит примерно таким же образом. Вот в каждой вершине выбирается одна какая-то компонента вектора параметров и какой-то трэш-холд. И, соответственно, зачастую используются бинарные деревья. Ну, тут уж тем более. И используется, соответственно, влево идет, если меньше, чем трэш-холд, а вправо, если больше. Ну, вот так вот, например. И вот если взять вот такие вот точки, то мы можем построить вот такое вот дерево. Соответственно, видно, в каждой вершине можно считать, что находится какая-то область, ну, область наших точек, на которых мы обучаем. И мы можем посчитать, например, среднее число этих точек. Ну, значение в этих точках. В отличие от предыдущего примера, тут вектор фичей, он одномерный. То есть у нас есть только вот какой-то предакшн-кост. А по этой оси уже идет значение, ну, целевой как бы функции нашей регрессии. Вот. И, собственно, тут поэтому только один х. Вот. Давайте теперь я постараюсь, как я смогу рассказать про то, как эти деревья строятся. Строятся они следующим образом. Например, у нас есть какие-то данные для обучения. Именно для обучения. У нас есть какие-то иксы, это наши векторы фичей, и соответствующие им игреки. Иксы, соответственно, имеют размерность D, то есть у нас D фичей каких-то. И игреки для регрессии, они из R, а если это классификация, то они, естественно, из кого-то дискретного множества классов. Ну, можно пронумеровать их просто. Что мы, как мы строим? У нас есть там какой-то корень, он всегда есть, в нем нет, он пока никак не делится, в нем находятся все наши данные. И что мы делаем? Мы итеративно пытаемся каждую вершину поделить. Если ее, так называемая, если ее можно поделить или нужно поделить, тут несколько критериев, разные критерии могут быть использованы. Я о них сейчас попозже скажу. И если ее можно делить, то мы ее делим соответствующим образом. Мы берем, ищем какую-то фичу, какую-то компоненту нашего вектора, векторов наших x, и какой-то треш-холд, так, чтобы минимизировать сумму неких кост-функций справа, на множестве, которые образуются у правого ребенка и у левого ребенка. То есть у правого ребенка у нас пойдут те x и y, которые будут меньше какого-то треш-холда, где компонента gt x будет меньше какого-то треш-холда. А в правую, так, это в левую ребенка, а в правую пойдет, соответственно, те, у которых больше. Ну вот, а минимизируем мы по треш-холдам всем, которые возможны. Собственно, все варианты наших gt-компонент и по всем доступным фичам. Вот, и выбирается вот такая вот штука, и, соответственно, образуется правило, что если gt-компонента вектора меньше, чем треш-холд, мы идем влево, если больше, то мы идем вправо. Как определяется, что стоит делить нашу вершину или нет? Тут есть несколько разных способов. Один из самых простых – это, например, делить, если у нас задается, например, максимальная глубина дерева, и мы делим все вершины, если они не больше, чем глубина дерева, что-нибудь такое. Бывает еще, что можно посчитать разницу между костом родителя и костом детей. И если оно там как-то меньше какого-то тоже заданного треш-холда, то мы не делим. Или, например, у нас в вершине остался всего один x, y. Но мы ее поделить не можем, потому что это будет бессмысленно. Это уже все, это уже конец. Мы выдаем там какой-то y, то есть это либо какое-то значение, либо класс. Какие бывают кост-функции? Ну, собственно, для регрессии самое легкое – это посчитать разницу между y, которые будут лежать в этой вершине, и средним вообще значением между всеми этими y в квадрате. Опять же, тут то, что я привела на этом слайде, это самые наиболее используемые функции. Для регрессии я на самом деле нет, я видела еще несколько вариантов. Для классификации это популярно, но там есть еще несколько тоже очень популярных. Для классификации вот этот Gini критерий, и он, соответственно, мы считаем для, мы считаем сумму для вероятности класса, частоту класса в этой вершине умноженную на вероятность, на частоту всех остальных классов. Вот, такая взвешенная сумма, такая функция, она имеет минимум равный нулю, когда у нас один класс представлен, и она равна максимуму, когда у нас, ну, например, два класса, если два класса, то они равноценно представлены. Собственно, эта идея очень похожа на энтропию, и как раз другая очень популярно используемая функция для классификации, это энтропия. Ну, вот, можно вот так вот использовать вот такие вот костфанкшны. Так, давайте перейдем про рэндом форест. Собственно, у нас есть рэндом форест, это какое-то множество наших деревьев, диссижн деревьев. Эти диссижн деревья обучаются как-то. Как же они это делают? У них разные выборки для обучения. В этом соль. Вот у нас есть какое-то множество, собственно, наших иксов и игреков, наших тренировочных данных и сколько-то там би наших деревьев. И дальше происходит процедура, называемая бейгингом. Мы для каждого дерева в качестве обучающих данных случайным образом набираем из наших обучающих данных столько же примеров, но с повторениями. И, собственно, на этих данных мы обучаем наше дерево. Ну и дальше, собственно, для каждого дерева набираются случайным образом замещениями с повторениями наши данные, обучаются, обучаются, обучаются. И дальше, как мы делаем предсказания. Мы берем какой-то невидимый до этого икс и запускаем, собственно, каждое дерево, оно проходит по себе, выдает какой-то результат. И все эти результаты, собственно, идут в какой-то главный центр этого Random Forest, и он может с ними делать разные вещи. Для регрессии, например, он просто считает среднее. Нас интересует регрессия, поэтому здесь картинка с регрессией. Для классификации он просто смотрит количество голосов по каждому классу и берет класс, за который голосует наибольшее количество деревьев. Такая вот интуитивно интересная и несложная штука, и ее как раз активно используют для регрессии. Да, забыла сказать, что то, что функция является константной, частично константной, обусловлена тем, что у нас просто ограниченное количество деревьев, ой, не деревьев, а листьев, и поэтому, собственно, да, вот функция выглядит как кусочная, как постоянная, потому что каждый кусочек это отдельный лист. Ну и когда у Random Forest та же самая проблема, потому что все деревьев не бесконечно много, листьев тоже конечные, поэтому получаются кусочные постоянные функции. Спросить. Да. Не могли бы вы пояснить, как вы все-таки этот порог выбираете? Ну, там вы что-то объясняли? А, ну, порог выбирается как порог, который минимизирует вот эти вот сумму костов. Он всегда однозначно находится, единственный? Думаю, нет, думаю, их может быть несколько, но выбирается один тогда. вот, и потихоньку строится. А вот begging, он чем-то на bootstrap похож, правильно? Да, да, он похож, и он чем-то отличается. Я так не помню, если честно. Это и есть bootstrap, он называет, это расшифровывается как bootstrap aggregation. то есть, да, то есть, да, данные bootstrap ятся в несколько данных, по каждому из bootstrap датасетов строится своя слабая модель decision 3, а потом эти слабые модели комбинируются, это соответствует aggregation названия, и получается лес из decision 3 end of course. Окей. Вот, и теперь, да, давайте перейдем к нашим процедурам трём, которые отвечают за вообще как смак себя ведет, и первое, как мы, из какой модели используем, и как мы ее тренируем. У нас есть две такие проблемы, которые сталкиваются, сталкивали создатели смака. Это первое, что они очень хотели поместить туда не только непрерывные переменные, но и категориальные, дискретные. И была вторая проблема, это то, что есть несколько вот этих инстансов, и как-то нужно их тоже учитывать при обучении. Как они это сделали? Они взяли, во-первых, чтобы брать дискретные переменные, они выбрали random forest против гауссовского процесса, потому что как они аргументируют гауссовский процесс в целом можно использовать для дискретных переменных, но это не то, чтобы так хорошо делается, и в общем они выбрали random forest. И собственно они взяли random forest из 10 деревьев. Мне показалось, что это малое, но авторы говорят о том, что это какое-то магическое стандартное число, и очень часто где используется, и вроде как хорошо работает. Ну, соответственно, так как random forest очень легко используют для дискретных переменных, потому что те метрики, которые, ну вот, по которым делятся, те кост-метрики, по которым делятся листья, их не суперсложно применить для дискретных значений, вот, поэтому они совершенно никак не ограничены, и им было удобно. Вот, но интересно, как они справились с количеством, с разным количеством проблем, то есть вот этих инстансов. Они сделали очень смешную вещь. Они просто кроме значений параметров, которые являются фичами для random forest, они туда добавили еще какие-то фичи, которые соотносятся к инстансам. эти фичи, что это такое? То есть у нас есть данные, какие-то датасеты, и можно по ним посчитать какие-то фичи. Они в своих, то, что они пробовали, они просто взяли какое-то конкретное количество, то есть они это оставляют за человеком, который будет использовать SMAC, то есть он может сам придумать, какие фичи туда добавить, но по дефолту им же надо было что-то оставить на дефолтный случай. Они сделали, что они алгоритмы запускают на каких-то самых начальных параметрах тета. Для каждого инстанса они запускают алгоритм для какого-то конкретного тета дефолтного, считают соответственно кост функцию, то есть сколько времени этот алгоритм запустился или как он хорошо себя повел на этом инстансе с такими тета и добавляют это в качестве фичей к этому тета конфигурации. в общем и тут они легко убивают интерес использования нескольких инстансов таким элементарным образом. Это подробности того, как происходит тренировка Random Forest. как выбираются следующие конфигурации, на которых вычислять, запускать алгоритм. Это происходит очень похоже как с гауссовскими процессами, бессовская оптимизация обычно используется, используется некая acquisition function, а именно они используют expected improvement. Это максимизация ожидаемого улучшения нашей целевой функции. Целевая функция это у нас является значит наша какая-то cost, ну как это средняя cost на наших инстансах. И как они собственно делают эту expected improvement. Собственно improvement может быть представлено как просто простейшем виде просто разница между значением функции в этой точке и нашим найденным минимумом. Но есть еще несколько других способов определить этот improvement. Например возвести в степень это какой-то такой general case этого improvement. Или еще можно использовать логарифмирование тут все поехало в общем извините тут формула не совсем корректная тут без g должно быть все логарифмирование наших f функций и тогда будет такая вот какая-то функция. Ну если предположить что наша тета она из нормального распределения с каким-то средним дисперсией то все вот эти функции на самом деле можно представить в каком-то виде и вот для самой простейшей здесь представлена формула которая получается и поэтому на самом деле эта функция очень легко считается потому что мы берем просто какой-то тета мы просим нашу модель предсказать какие-то среднюю дисперсию для random forest это просто считается эмпирически средней дисперсией и считаем значение нашей вот такой функции в этой точке ну естественно хотим найти максимум но проблема такой функции поиска максимума это собственно как найти этот максимум потому что это иногда бывает сложно то есть у нас новая задача оптимизации она оптимизация несложно вычислимой функции а довольно быстро вычислимой функции expected improvement она очень быстро вычисляется и собственно нам нужно найти максимум точку максимум что предлагается в смаке в смаке предлагаются взять точки на которых наш целевой алгоритм был уже когда-то запущен то есть точки там это будет значение параметров это будут инстансы на которых он был запущен и собственно целевые функции мы знаем это наши косты но это не супер важно и собственно и мы берем эти точки и запускаем локальный поиск из каждой из этих точек о нет извините извините мы берем все эти точки считаем наш expected improvement берем 10 лучших и из 10 лучших уже запускаем локальный поиск это так как у нас random forest random forest кусочная постоянная средняя ну и дисперсия тоже это создает проблемы для в общем поиска локального поиска поэтому они используют one exchange neighborhood это алгоритм который берет у него есть начальный какой-то вектор конфигурация и он строит множество соседей каждый сосед отличается по одной компоненте от текущего вектора и считает наш expect improvement для каждого из этих соседей и выбирает соседа с наилучшим expect improvement двигается в него и он так двигается по множеству соседей пока не остановится не застрянет вот собственно вот такой алгоритм локальный они используют и он не использует никакого градиента ничего поэтому в общем это хорошо нормально работает вот дальше ну вот получается 10 конфигураций каких-то после локального поиска и дальше они еще случайно берут 10 тысяч случайных конфигураций и считают для них для них тоже expect improvement и собственно из 10 тысяч и 10 точек они выбирают ну их сортируют по значению expect improvement и берут лучший ну вот сколько нужно столько они и предлагают вот что-то такое собственно на моей практике вот эта вот идея брать предыдущие точки на которых был алгоритм вычислен до этого и брать там лучше из них это хорошо работает и это же отмечают кстати создатели всего этого метода не говоря что они проверили зачастую вот эта первая часть выдает оптимум чем вот случайные точки так что да когда-то я изобретала велосипед вот и последняя процедура которая в смаке она это процедура сравнения то есть вот у нас на предыдущем наша эксперт импровмент оптимизация выдала нам какие-то хорошие многообещающие конфигурации новые и соответственно у нас есть какой-то текущей хорошей конфигурации которая называется инкубент вот она у нас пока сейчас считается лучшей и мы хотим как-то сравнить понять вычислить наш алгоритм вот на наших новых конфигурациях понять является ли какая-то из них хорошей лучше чем то что есть сейчас для этого тут появляется понятие седа то есть в случае так как алгоритм обычно недетерминистированный то у него есть ну у него какая-то случайность но на компьютере эта случайность обычно определяется конкретным седом то есть взяв один сед мы всегда будем получать одни и те же случайные числа поэтому они создатели решили зафиксировать этот сед чтобы можно было сравнивать конкретные запуски между разными конфигурациями на одних и тех же инстанциях поэтому берется в качестве и запоминается напоминаются те инстансы и седы на которых наш инкумбент был когда-то вычислен ну то есть был запуск алгоритма на вот этих данных собственно как происходит процедура сравнения мы по очереди берем каждое из нашего множества конфигураций новых потом мы вычисляем мы берем случайную пару инкумбент новую и еще раз вычисляем дополняем вот это множество наше где был запущен инкумбент на еще одно случайно выбранное считаем наш инкумбент на этой случайной паре вот и дальше то есть каждый раз когда с инкумбентом сравнивается его множество пар на которых он был запущен оно увеличивается на один затем мы сравниваем итеративно запуски нашего нового нашей новой конфигурации со старой итеративно мы берем разное количество пар на которых мы запускаем наш новый наш новую конфигурацию и это множество оно сначала состоит из одной пары потом из двух потом из четырех ну в общем оно два раза увеличивается каждый раз вот соответственно берется множество вот этих пар множество размера n для которых инкумбент уже был вычислен но наша новая конфигурация еще не была вычислена мы вычисляем нашу новую конфигурацию на этом подмножстве на этом множестве и смотрим средний кост именно на этом выбранном множестве если наш кост для нового для новой конфигурации он вдруг стал хуже то есть он больше если мы его минимизируем то то мы сразу говорим все вот мы увидели уже пример когда наш новая конфигурация она себя уже плохо повела поэтому мы просто ее не рассматриваем все мы смотрим дальше мы начинаем с новой конфигурации проверять а вот если она все-таки как-то лучше или так же себя повела допустим то мы продолжаем и мы увеличиваем берем опять большее количество запусков опять все это проверяем все запускаем опять смотрим средний наш средний перформанс и если он опять лучше сопоставим то мы продолжаем и так мы делаем пока у нас не останется собственно тех примеров на которых мы можем проверить у нас больше нет инстансов и седов на которых мы можем запустить нашу новую конфигурацию при этом она вроде как не хуже чем того что есть сейчас но все отлично мы взяли новую конфигурацию как наш инкумбент и начинаем все опять заново и делаем так пока не переберем все наши многообещающие конфигурации вот ну и собственно вот так происходит процедура сравнения вот я тут еще раз выписала общую схему с мака то есть инициализация сначала берется какой-то дефолтный от это она как-то берется сравнивается и затем повторяется мы берем random forest обучаем на том что уже было запущено на тех данных которые было запущено вставляя какие-то фичи из наших инкумбентов прямо вот в обучении random forest все это мы вот запускаем потом мы запускаем мы считаем нашу expected improvement функцию в кучу разных точек и оптимизируем ее для нахождения максимума находим несколько новых конфигураций которые максимизируют это expected improvement и собственно радуемся и говорим давайте попробуем посмотреть насколько они хорошо себя ведут и дальше перебираем очень много разных запусков с разными седами на разных инстансах и сравниваем то текущее значение лучше теты и новых предложенных конфигураций и смотрим лучше они себя ведут или нет и если лучше то обновляем вот и собственно делаем так пока вот все время не закончится вот это прямо как смак работает смак да вот именно так работает это очень да он состоит из множества таких частей каждый из которых имеет какие-то свои модификации в зависимости чтобы чтобы включить вот эти вот разные инстансы и как считать костметрику и в общем это очень такой Франкенштейн получился вот но на практике он хорошо работает можно еще раз напомнить модель она что аппроксимит она аппроксимирует то как алгоритм себя ведет на входных данных и параметрах или она аппроксимирует целевую функцию она промиксирует аппроксимирует вот эту костфункцию то есть как алгоритм себя там хорошо ведет или быстро сходится ну то есть вот эту кост-метрику C. Так, а модель, она учитывает и наборы параметров, и наборы входных данных. Да, она учитывает наборы входных данных, но когда, например, для Expect Improvement берется предсказание, оно берет, берутся все инстансы и усредняется, то есть берется средняя кост-метрика по всем инстансам. Вот так вот. Так, раз у нас в модели учитываются еще и параметры, то это вот причина, почему у нас тот Random Forest задавался, вместо иксов мы брали пары из фичей, из инстансов и параметров. Да. Спасибо. Так, да, но SMAC развивается. Вот это вот, вот именно вот это вот, то, что я рассказала, метод был реализован SMAC на Java, и как говорят на главной странице SMAC, если вы хотите с нами сравниться, используйте версию на Java. Но это не та версия, которую используют обычные люди. Обычные люди используют версию, написанную на Python, и версия на Python включает в себя очень много, очень много разных вещей. Она включает в себя вот это вот представленную в оригинальной статье, собственно, метод реализации его. Ну, она включает в себя еще и кучу всего. Ну, например, вот у них есть в документации таблица, в которой есть три, не знаю, таких режима, между которыми можно переключаться, которые нацелены на разные оптимизации. То, что я рассказала сейчас, называется вот эта вот колоночка. Это SMAC for algorithm configuration. Даже учитывая, что в SMAC уже заложено algorithm configuration, они все равно считают, что он более такой общий. Вот. И это вот то, что я рассказала, это вот эта вот колоночка. Например, первая колонка — это Боясовская оптимизация с гауссовским процессом для оптимизации, но на одном инстансе. То есть, когда у нас, ну, вот здесь вот instances no. То есть, у нас только один инстанс, и мы вот как обычно прям, вот, пожалуйста, мы вам предлагаем Боясовскую оптимизацию. Можете попробовать. Вот эта колонка я, если сейчас уже, если честно, не очень помню, но это тоже какой-то тоже частный случай. Тут инстансы какие-то особенные, но тоже типа особо их не используют, но они там что-то используются. Но они еще отличаются, видите, вот по тому, какой кост, это objective, это кост-функцию, а не оптимизируют. То есть, тут вот любую, тут только validation loss. А вот для алгоритма configuration можно хоть время запуска оптимизировать или качество запуска. Ну, то есть, как хорошо алгоритм работает, то есть, какое число он выдает, например. Вот, собственно, да. И на самом деле, я, посмотрев код, выяснил, что вот smart этим тоже не ограничивается. Он в себе имеет еще, как минимум, еще одну колонку, которой здесь нету. То есть, еще один такой кусок. Ну, в общем, это что-то на самом деле общее. И если вы захотите использовать, вам нужно будет вот эта вот часть. Вот, теперь, да, переходим, наверное, может быть, к самой такой интересной, неинтересной вещи, как я применила смак, до чего он мне был нужен. Собственно, я биоинформантика, я занимаюсь выводом так называемых демографических историй. На прошлом докладе я рассказывала про это, но я сейчас еще раз повторюсь, чтобы было понятно вообще, чем я занимаюсь. Что такое демографическая история? Демографическая история это история эволюции популяций. То есть, у нас есть какие-то популяции сейчас, мы хотим знать, как они развивались в прошлом, какого они были размера, как они делились, какие были миграции, ну и так далее. Вот, и тут есть рисуночек, собственно, нарисована демографическая история для трех популяций людей из Африки, Европы и Азии. Соответственно, очень много лет назад, 222 тысячи лет назад, это была общая популяция размера около 7 тысяч. Потом этот размер резко возрос, в два раза примерно, она оставалась постоянным. И 145 тысяч лет назад эта популяция разделилась. Эта популяция разделилась на текущую, вот она стала африканской и была какая-то общая предковая популяция из Европы и Азии. Потом, которая там 21 тысячу лет назад, она разделилась и образовала вот Европу и Азии популяции. И каждая из этих популяций сначала была маленькая, а потом ее размер экспоненциально вырос. Собственно, эти истории, они содержат именно вот эти параметры, они рассказывают именно такую историю, но их можно, например, сопоставлять с какими-то археологическими данными и, например, делать какие-то интересные рассуждения о том, как люди вообще перемещались в прошлом, там, или вот популяции, в данном случае люди. И вот там очень-очень давно люди, текущие, это Homo sapiens мы с вами, мы там, наши предки обитали все в Африке. И вот они в Африке жили и, видимо, плодились и хорошо размножались. И в какой-то момент они решили из этой Африки выйти. Вот, через Аравийский полуостров, это все судя уже по археологическим раскопкам. Они через Аравийский полуостров вышли, а там разделились, и какая-то часть пошла в Европу, какая-то в Азию. Ну, вот эти разветвления, там, вот выход людей из Африки, разветвления вот здесь вот. Это все вот как-то можно даже на карту наложить и будет вообще интересно и прекрасно. Вот. Но сама отдельно демографическая история никакой информации вот про карту не дает, в принципе. Она просто говорит, какого были размера, что можно увидеть, что что-то случилось. То есть тут явно был хороший достаток, экспоненциальный рост численности популяции произошел. Вот. Ну и так далее. Собственно, демографический инференс, демографик инференс, это реконструкция такой истории из каких-то генетических данных. У нас есть какие-то генетические данные популяции вот сейчас. То есть у нас есть геномы, там, мутации мы можем поискать. Вот это вот наши генетические данные. У нас есть, допустим, какая-то история, модель параметризованная того, как мы предполагаем эта история демографическая может выглядеть, что вот там была давно популяция, она как-то поменялась в какой-то момент времени. То есть все параметры потом разделилось, какого-то размера было. Ну, в общем, это параметры. И мы можем найти эти параметры, максимизируя значение праводоподобия между моделью с параметрами и нашими генетическими данными. То есть классические методы для demographic inference делают именно так. Они предоставляют возможность взять модель с параметрами, с какими-то конкретными значениями, взять данные, посчитать значение правдоподобия. Ну и мы можем максимизировать это правдоподобие и найти оптимальные значения параметра. Ну и, собственно, историю нашу. Вот. Как тут на самом деле опять же заложена проблема оптимизации. Мы хотим найти параметры, которые максимизируют правдоподобие. Ну и, собственно, да, у нас наша группа занималась тем, что мы разработали генетический алгоритм для поиска этих параметров. Генетический алгоритм основан на идеях эволюции, и поэтому он так и называется. Он один из эволюционных алгоритмов оптимизации. Вот. Да, мы взяли, применили эволюционные алгоритмы для поиска эволюционной истории. Вот. И, собственно, у этого генетического алгоритма у него у самого есть еще куча каких-то гиперпараметров, которые сказываются на том, как он ищет, собственно, оптимум, в нашем случае максимум правдоподобие. Давайте я так быстренько расскажу, как генетический алгоритм работает, чтобы можно было понять, какие у него могут быть гиперпараметры. Сначала у нас есть первое поколение моделей наших демографий, ну, моделей с параметрами, наших параметров. И поколение — это как бы множество какое-то, то есть у нас их несколько, много, случайно нагенерили. Вот. Затем мы итеративно движемся по кругу. Что мы делаем? Вот у нас есть какое-то текущее наше множество этих моделей демографических историй. Мы берем... Мы строим следующее поколение. Берем несколько лучших, то есть с максимальным значением правдоподобия. Берем несколько мутируемых, то есть как-то меняем там значение параметров не сильно. Скрещиваем их. Это просто меняем, обмениваем между моделями. Прямо конкретные параметры, просто их меняем местами. И несколько еще случайных. Так, пусть будут. Добавляем. Ну, и, собственно, получается новое поколение. И мы так крутимся, крутимся и в конце выдаем в какой-то момент какую-то нашу лучшую демографическую историю с максимальным значением правдоподобия. Что у нас здесь есть? У нас есть, во-первых, сколько мы берем лучших моделей, непонятно. Сколько мы берем мутированных, сколько раз мы это делаем, сколько скрещенных, сколько случайных, какой размер этих поколений. Чем их больше, тем обычно лучше вроде как. Но зато если их мало, то мы быстренько итерируемся и у нас больше итераций произойдет. Может, это тоже будет хорошо работать. Непонятно. Вот. И, собственно, было интересно попробовать найти все вот эти гиперпараметры генетического алгоритма и посмотреть, как они будут хорошо искать демографические истории. Ну, я, собственно, это и сделала. Для этого я выбрала SMAC, посмотрев вообще, какие есть разные варианты для оптимизации гиперпараметров на нескольких инстансах. То есть у меня было несколько этих демографических историй. Мне не хотелось на чем-то одном, мне хотелось на большом количестве попробовать. Ну, и вот у меня была такая вот проблема, что у меня были какие-то датасеты, и мне нужно было в среднем как-то хорошо, наверное, ну, соптимизировать параметры генетического алгоритма. Вот. Я выбрала SMAC. И что у меня было? У меня было четыре тренировочных датасета и четыре для проверки. То есть, ну, их было гораздо больше, но я отобрала вот, типа, столько. Датасеты представляли из себя демографическую модель параметризованную, вот, и, собственно, генетические данные. Генетические данные были как симулированные, так и из реальной жизни. Просто для симулированных мы знали оптиму, а для из реальной жизни мы могли только предполагать. Потом взяла 11 гиперпараметров генетического алгоритма. Я, на самом деле, постаралась взять все. То есть, я просто с наскока взяла все. Оказалось, что их 9 непрерывных и 2 дискретных. В качестве кост-функции я взяла наилучшее значение правдоподобия после какого-то конкретного значения итерации генетического алгоритма. конкретного. Это я просто взяла количество параметров демографической истории, умножила на 1000. Просто я по своим экспериментам, по своим запускам посмотрела, что примерно за это время генетический алгоритм уже, все запуски генетического алгоритма сходятся примерно к какому-то значению и в целом зачастую застревают. Поэтому я выбрала вот такое вот значение. Затем, вот, как я ограничила смак. Я ему разрешила взять только 50 случайных седов для каждого инстанса. У него сейчас такая возможность есть. То есть, значение вот инкумбент не вычисляется. Если вот набралось 50 случайных седов, все, он больше не будет еще больше вычислять. То есть, до бесконечности, сравнивая что-нибудь с инкумбентом, он не будет увеличивать до бесконечности количество запусков. Потом взяла 10 параллельных запусков с мака. Он позволяет это делать с общей суровятной моделью. То есть, модель строила всегда одна и та же. Каждый запуск знала, как вычисляются другие запуски. Ну вот они параллельно это делали. Разрешила ему 2 недели это все вычислять и делать 10 тысяч запусков генетического алгоритма. Ну, запуск — это вот, естественно, столько-то там итераций. Вот, собственно, после этого он прерывается. Вот. Ну и что у меня получилось? Сейчас тут забавная еще штука на этом слайде. Если я правильно помню, то между инстансами целевая функция действительно была в разных масштабах. То есть, на одном каком-то датасейте она могла быть, там, оптимальное значение в районе 20 тысяч, допустим, а на другом в районе тысячи. И поэтому как раз это мотивировало найти решение, которое в себя будет как-то по-умному встраивать. Вот наличие нескольких примеров, которых одновременно нужно оптимизировать, а не просто все усредняло. Но в итоге смак не совсем просто все усредняет, но почти. Но как окажется в будущем, да, несмотря на это, он достаточно неплохо справился. Да. Ну и, собственно, вот я получила какие-то параметры, вот, они соответствуют там красному цвету, но я сейчас поводром не остановлюсь на этих картинках. Вот. И я запустила, собственно, генетический алгоритм. После оптимизации, да, я получила какие-то эти гиперпараметры. Я запустила генетический алгоритм, который был с теми старыми параметрами, но с новыми параметрами на каждом из датасетов. И по нескольку раз, то есть 50 раз, если я правильно помню, я запускала на каждом из датасетов. Уже его не ограничивала количеством итераций, он уже там делал, пока делает, пока не завершится. И, собственно, построила графики сходимости. То есть по оси иксов это итерации, вот, то есть это вычисление правдоподобия. А по ординат это значение правдоподобия. Ну и тут, да, видно, что вот здесь вот там минус 1400, минус 1500, а тут минус 1000. Но оно не так прям 20 тысяч и 1000 варьируется, но оно все равно меняется датасета. Ну и, собственно, я посмотрела, как вообще сходится. Потому что так-то смак должен был сравнивать, ну, то есть вот 50 раз запустили, тут нарисована медиана и квартили. И видно, что, ну, например, вот здесь, что-то здесь неправильно эти стоят, здесь крестик должен быть. Красное ниже, чем... А, нет, окей. Да, то есть даже тут я все-таки поставила зеленую галочку, потому что красная сходимость, она имеет маленький доверительный интервал. То есть практически все они, все запуски, они идут вот так. А зеленый, квартиль нижняя, очень низко. Это значит, то есть какие-то запуски, которые у нас очень низко находятся, и это плохо. Поэтому вроде как здесь в среднем плохо себя, плохое сравнение, но вот так вот может быть, можно предположить, что это хорошее. Я в целом, посмотрев на все эти графики, проставила галочки, скрипя сердцем, вот, но где-то, где-то не скрипя, например, здесь вот вообще хорошо, но вот тут скрипя сердцем, тут тоже, ну, нет, более-менее. Ну, в общем, это было сложно, и мне не очень понравилось то, что я увидела. Это, соответственно, датасеты, на которых он тренировался, и даже на них он как бы не то чтобы хорошо себя повел. А сравнивал он как раз вот по этой вот черной линии, то есть это вот тысяча на количество параметров умноженное, это вот по этим черным линиям он сравнивал. Ну, и как-то я так подумала, надо что-то поменять и попробовать еще раз запустить, потому что меня это не устраивает. И я, на самом деле, запустила аж четыре раза. Вот, все четыре раза я запускала на две недели, и потом настроила эти графики, смотрела на них, и мне только на четвертый раз что-то понравилось. Что я, собственно, как, что менялось? Я начала экспериментировать, на самом деле, не со спаком, я, мне показалось, что проблема с параметрами генетического алгоритма, которые я взяла, потому что, ну, все-таки их довольно много, 11 штук вот для первого раунда, и это может быть много, и, ну, зная обествующую оптимизацию, которая не очень справляется с большим количеством, я решила все-таки их поменьше сделать. Ну, я взяла, отсеяла для второго раунда два параметра, которые вообще, на самом деле, при рассмотрении их не сказывались никак на том, как генетический алгоритм работал. Они работали, они, это были критерии остановки генетического алгоритма, которые у нас были, просто не работали, потому что мы сравнивали заранее. Вот, и я, собственно, убрала вообще, и они не нужны. Вот, ну, я там добавила какой-то упущенный другой важный параметр, который я упустила там на первом раунде. Вот, затем на третьем раунде, и мне опять не очень понравилось, в третьем раунде я подумала, может быть, все-таки как-нибудь убрать, сделать поменьше категориальных переменных, то есть вот их три, они голубенькие, то есть дискретно переменные. Я подумала, может, убрать такую вот супер, такую важную, попробую ее все-таки зафиксировать, как мне кажется, мне хочется. Это был как раз размер количества моделей на каждой итерации генетического алгоритма. И мне хотелось, на самом деле, чтобы их было поменьше, чтобы итерации считались быстрее. Вот, и я зафиксировала его там на десяти. И оптимизировала уже все опять, и у меня опять не очень получилось. Но я решила еще уменьшить. Я забрала еще, убрала последний дискретный параметр и убрала еще один параметр, который тоже мне казалось, что лучше зафиксировать, потому что он на самом деле был частью вот самого первого. Ну и, собственно, оставила просто вот самые важные, на мой взгляд, параметры. Прям они все непрерывные, все, я их оставила. И, наконец-то, наконец-то, в четвертого раза у меня все заработало и прямо так хорошо. В среднем, если смотреть по медиане, тут не всегда видно, но я по медиане так проверила числа, они все по медиане лучше работают. То есть все красные линии, они в конце выше, чем зеленый, что, типа, замечательно, отлично, и все тому подобное. Вот. Например, вот здесь видно, что, да, вот медиана все-таки где-то тут, но у нас есть очень много запусков, которые уходят выше, и мы радуемся этому. Плюс еще интересный эффект. Я увидела, что зачастую новые параметры делают так, что генетический алгоритм работает быстрее. То есть вот часто красная линия короче, чем зеленая. Ну, ну, как вот тут только два случая, когда она длиннее. Потому что, ну, вот оно быстрее как-то останавливается. Это интересно и здорово. И я взяла новые параметры и, собственно, сделала там вторую версию нашей Гадмы и сказала, что вот теперь она более крутая, и все, можно ей пользоваться. Вот. Ну, собственно, что я вам рассказала, я вам рассказала про SMAC. Он, тогда, когда он был выпущен, он был state of the art, и мне кажется, что он до сих пор держит, ну, как минимум, в топе. То есть по проблеме конфигурации алгоритма, поиска гиперпараметров алгоритма, которые дают хорошее выполнение его на нескольких инстансах, видимо, SMAC пока лидирует, и как бы он хорош, и он молодец. Ну, я вот рассказала про какие там комбинации, как он все это комбинирует, из каких кусков он состоит, и на удивление эти все куски вместе слаженно как-то работают и очень хорошо работают. Это забавно. По моему опыту, да, SMAC работает, но он не всегда работает, то есть он иногда неожидаемый результат, не самый хороший выдает, и не особо понятно, что с этим связано, то есть может быть, ну, может быть, это все-таки его внутренняя кухня, может быть, он там не умеет как-то вот с дискретными параметрами работать, не знаю, для этого нужно как-то больше экспериментов. Но что самое важное, это то, что мой собственный продукт, моя Агадма смогла стать более качественной и более эффективной благодаря, собственно, SMAC. И на этом все. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Катерина. Давайте поблагодарим. Отлично. Есть ли вопросы? Здравствуйте. Можно задать вопрос? Да, да. Здравствуй, Катя. Это Арина. Привет. Да, да, я поняла. Мы из одной лаборатории компьютерных технологий. Спасибо огромное за доклад. Я с большим интересом послушала, с большим интересом, послушала про элементы машинного обучения, про БАЕСовское, много для себя узнала интересного. У меня есть особый интерес, потому что я занимаюсь как раз разработкой методов по настройке параметров эволюционных алгоритмов, в том числе генетических. Но мои методы все сфокусированы на динамической настройке, то есть на настройке эволюционного алгоритма во время работы. Во время одного запуска у нас есть только один запуск, то есть нет возможности вот так вот много раз запустить, что-то измерить, а есть только один запуск. И во время этого запуска мы пытаемся на ходу подстроить, какую вероятность мутации выбирать, вероятность кроссовера, силу мутации и так далее. Вот эти параметры, о которых ты упоминала. И почему так происходит? Потому что, в принципе, для эволюционных алгоритмов характерно, что на разных этапах выгодно разные значения параметров. Ну, например, в начале, когда мы только-только начинаем, имеет смысл мутировать посильнее, чтобы найти очень разные какие-то решения. А в конце, когда мы уже как бы приблизились к оптимуму, имеет смысл быть поаккуратнее и брать низкую вероятность мутации или там низкую силу мутации, невысокую, и так вот аккуратненько двигаться к оптимуму. Ну, то есть такой прям другой подход. И, в общем, я призадумалась, нельзя ли этот подход здесь как-то применить. Ты не первая. Я как раз, когда делала генетический алгоритм, я на самом деле с Максом разговаривала, и он мне как раз посоветовал, видимо, все твои эксперименты. И там реализовано, там реализовано, что... Сейчас, вот здесь вот есть. Что есть количество параметров для мутации, которые определяются силой мутации. Есть, собственно, рейт мутации, да, то есть это рейт, как меняется каждый параметр. Для них есть константы, то есть которые как раз регулируют, если там происходит улучшение, то этот рейт уменьшается, там если не происходит, он увеличивается, ну и так далее. То есть эта подстройка есть, и как раз, типа, подбирать надо было вот начальный рейт, константу, вот эту вот силу и константу для силы. И вот, типа, да, я использовала как раз для подбора... То есть эта настройка внутри есть, именно для мутации. И, типа, я подбирала уже гиперпараметры этой настройки тоже. Супер, это очень интересно. То есть получается, что совмещение как статические настройки, то есть СМАК делает статическую настройку, так и динамической. А тут вот это C-мутейшн-рейт, это, видимо, что-то похожее на правило 1-5, если я понял. Да, это оно и есть. Супер, очень интересный пример совмещения. Спасибо. И такой вопрос я, может быть, не до конца поняла. СМАК, он рассчитан на случай, когда много инстанцев, да? Ну, несколько инстанцев. А уточни, пожалуйста, что именно вот в твоей задаче является инстанцами? Ну, это вот... Сейчас, давай. Вот, это пара история, модель именно, то есть с какими-то параметрами и генетические данные. Ага, генетические. Понятно. То есть можно брать как бы разные подмножества генетических данных. Да, можно брать разные... Ой, генетические данные, сейчас я ушла. Можно брать разные модели, вот, ну, то есть разные именно пары. Вот, и это будет каждый из них, каждая пара будет инстанцем. Просто, казалось бы, модель — это же особь эволюционного алгоритма, если я правильно понимаю. Да? Нет? Да, 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 да. Ну, да, да, да. То есть, ну, параметры модели, вот так лучше сказать. Угу. Немного непривычно для меня просто. Да, да, очень сложно. Популяция, мутация, кроссоверы, в общем, это да. Да, ну, просто я привыкла, что инстанс — это... Ну, не знаю, если у нас задача камево и жора, то инстанс — это разные графы, на которых надо решить задачу камево и жора. Да, да, тут немножко по-другому. И там к инстансу не подмешивается особь, получается. Ну, да, да. Ну, можно считать, что да, просто генетические данные какие-то. Вот. Так, более в общем случае. Ага, и очень интересно, Катя. Спасибо большое. Я буду ещё обдумывать, и, может быть, что-то потом страшно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Отлично. Ещё вопросы? Комментарии, может быть? Есть небольшой комментарий по поводу Смака. Мне, честно говоря, несколько удивительно, почему он до сих пор стоит в ДАРТ. Настолько распространено его использование. Но это, по-видимому, действительно так. Очень даже так. То есть современные библиотеки для то, что называется «Автоэмэль», которые пытаются автоматически построить модели для машинного обучения. Промышленные библиотеки. Они очень часто основаны на этом Смаке 2011 года. Ну, я не знаю, почему так получается. Возможно, потому что люди, которые развивают БС-овскую оптимизацию, например, больше любят думать о том, какая у них замечательная БС-овская оптимизация, чем писать код, который будет удобно использовать другим людям. А тут действительно есть программный пакет, который можно запустить. Ты не будешь еще бояться того, что из-за внутренней ошибки этого кода твое двухнедельное вычисление на серверах рухнет и забудет все данные. Чего я бы опасался для многих пакетов БС-овской оптимизации? Я могу еще сказать, что на самом деле у меня сложилось впечатление, что как будто бы вообще не разрабатывают каких-то методов, когда есть несколько инстансов, то есть для именно проблемы с несколькими инстансами. Потому что у меня была именно такая. Я вообще искала, что есть. И это было тяжело, во-первых, найти. Мне в итоге пришлось искать просто БС-овская оптимизация для оптимизации гиперпараметрами с несколькими инстансами, что такой запрос. Я нашла варианты, и все они были без инстансов. Ну, то есть для одного большинства. И был только один смак, который мог несколько брать. Я не знаю. Как будто бы людям просто не интересуется этой проблемой. Или, может, ничего не получается в этой области, кроме смака. Ну, я могу прокомментировать конкретно для эволюционных алгоритмов. Насколько я знаю, есть исследования, в которых люди смотрят на фитнес-ландскейп, так называемый, ландшафт функции приспособленности. Из него извлекают какие-то фичи. И как раз для инстансов пытаются предсказать на основе этих фичей. Для инстансов, для таких-то инстансов будут лучше такие-то параметры эволюционного алгоритма, для таких-то такие-то. У нас сейчас Вова Миранович этим занимается, но у него цель сделать из этого динамическую настройку. И, в принципе, можно его спросить. Я думаю, он может назвать какие-то источники, наверняка, более конкретно. Но это, опять же, тоже, это чуть-чуть другая задача. Это именно гиперпараметр, это поиск для конкретного инстанса. А вот типа хочется вообще просто... Ну, нет, да, это тоже интересно, но это просто немножко другая проблема. Согласна. А iRace не пробовали? Нет, не смотрела. Окей, я напишу, наверное. iRace вроде как он обучается на многих инстансах, причем там идея в том, чтобы обучиться на простых инстансах, на которых можно быстро запустить эволюционный алгоритм. И мы надеемся, что после того, как мы на них запустимся, на более тяжеловесных инстансах он тоже будет хорошо работать. Вот. Но, может быть, это можно и для твоей задачи тоже. Да, можно попробовать. Вот следующий доклад. Собственно, у них тоже есть удобная библиотека достаточно. Я не знаю, насколько они популярны, но кто-то ими явно пользуется. Существует достаточно давно, тоже уже, наверное, лет... Не знаю, не буду врать, но похоже на смак, мне кажется. Вот. Что я еще хотела спросить, а вот вы упоминали, что, к сожалению, тут нет... Вроде хочется парето, оптимизацию по парето, но ее нет. А вы не видели, не существует каких-то методов, которые все-таки есть в парето? Ну, прям вот такой вот нацеленный вот на такую штуку нет. Но можно самостоятельно, видимо, разработать, да, и развлекаться как хочешь. Вот, ну, да, вот прям готовый, нет. А если говорить, вот, многокритериальная оптимизация, какие в данном случае разные критерии? Ну, вот, как себя алгоритм ведет на каждом из инстансов. Понятно. Но проблема в том, что это все-таки, это оптимизация гиперпараметров, то есть тут сложно вычислимая функция, мы не можем разбрасываться вычислениями, то есть тут есть такой нюанс. Поэтому в этом плане хочется взять боецовскую оптимизацию. Да, понимаю. Ну, вот в многокритериальном мире это, на самом деле, разные действительно задачи. Одно дело менее. Так, сейчас. В общем, когда дорого вычислять, дорого вычислять функцию, то это у нас, значит, есть возможность только немножечко итераций, небольшие вот эти размеры популяции. Это я имею в виду в самом многокритериальном алгоритме уже, да, который считает Парета фронт. Но это тоже, да, отдельная область, которую надо смотреть. Можно с Максимом посоветоваться, если вдруг будет интересно. Ну, да. Отлично. Еще вопросы, комментарии? Если это все, давайте еще раз поблагодарим Катю. Спасибо большое. Да, вам спасибо за приглашение.